Аквамэн А для начала хочу сказать, что в моем случае он представляет собой стеклянный аквариум, в который заведена трубка Да, трубка имеет по всей площади отверстия для того, чтобы поток воды входящий распределялся равномерно Равномерно бил из этих отверстий Я намеренно вставил трубку именно по центру для того, чтобы у меня, во-первых, от передних задней стенки было движение воды А во-вторых, чтобы у меня по краям движения воды не было, об этом я чуть позже расскажу Саму трубку я сделал из трубы для прокладки электропроводки Гнул предварительно, засыпав ее песком, забив песком, гнул феном, можно и над газом гнуть И у меня получилась вот такая вот странная конфигурация трубка Это неудобно, я вам сразу скажу, но почему-то вначале мне показалось, что будет довольно-таки удобно все это дело обслуживать Нет, приходится весь этот фильтр с набалдашником туда-сюда таскать И на самом деле удобнее было бы соединять все гибкими какими-то шлангами, проводами, трубками Но, повторюсь, это вот лично мой косяк Дальше, смотрите, я сверлил отверстие в задней стенке стеклянного вот этого резервуара Туда вклеил пластиковую полоску на герметик силиконовый И уже в пластиковую полоску заводил саму трубку для ввода воды в сам фильтр Да, все стыки, все отверстия я еще герметизировал попутно силиконовым герметиком Но мало ли что Да, для того, чтобы вода четко имела свое направление Четко знала, куда ей нужно возвращаться Из обрезков пластика была смонтирована вот такая вот насадка Носик Она размещена на одной из стенок боковых этого фильтра Стенка изначально имела высоту меньше других, где-то на 2-3 сантиметра Повторюсь, для того, чтобы был слив воды непосредственно обратно в аквариум Я еще хочу сказать, что необязательно фильтр может иметь такую конфигурацию Он может иметь и другие конфигурации Но почему именно такая, я тоже сейчас чуть позже расскажу Почему вообще фильтр кипящего слоя? Да, на каком-то сайте я видел упоминание, что, мол, частицы наполнителя Бактерии на частицах наполнителя начинают взаимодействовать с нитратами И возникает процесс кипения То есть как будто бы повышение температуры Но нет, никакого повышения температуры здесь не происходит Просто наполнитель фильтрующий Он двигается так, как будто бы кипит То есть из-за этого у нас и возникает такая аналогия Такая ассоциация и такое название фильтра Сразу хочу сказать, что в роли наполнителя могут выступать совершенно разные материалы И есть даже специализированные гранулы, которые по мере выработки растворяются Я же выбрал пропант Почему? Потому что пропант, во-первых, имеет пористую поверхность Это очень хорошо для заселения бактерий Во-вторых, пропант не особо тяжелый То есть благодаря этому он будет как-то равномерно плавать Двигаться в толще всего слоя грунта Здесь я сначала насыпал небольшую высоту фильтрующего материала Потому что побоялся, что не будет заметен эффект И попутно я еще сюда впендюрил помпу помощнее Там больше тысячи, наверное, литров в час Для того, чтобы эффект был еще более заметным Но как же я ошибался Также у меня получается, что слив попутно захватывает с собой воздух И из места бурления еще рвутся наружу пузырьки воздуха Это создает дополнительные бесплатные спецэффекты Этого может у вас и не быть А может и быть, как в моем случае Итак, смотрите, почему такая конфигурация? Дело в том, что я так считаю Что по центру у нас идет движение грунта Движение воды Основное движение воды Потому что у нас трубка находится по центру По краям же у нас как бы течения минимум Если уж его там нет совсем Но на самом деле оно там немножко да есть Почему так? Потому что там, где есть течение Там селятся аэробные бактерии Которым нужен кислород Который как раз таки с течением с этим и приходит А там, где нет течения То есть я так подозреваю, что по углам Там вполне вероятно могут заселиться анаэробные бактерии Которым кислород и не нужен как бы То есть по сути вот эта модификация фильтра Она позволяет не только аммиак до нитратов перерабатывать Но еще и в какой-то степени прожирать нитраты Конечно, со временем Конечно, здесь нужно еще и рассчитывать более-менее Производительность помпы Высоту вот этого слоя фильтрующего материала Но теоретически я себе представляю именно так Да, изначально у меня пропант был с какими-то примесями песчаными И получается интересное вот такое вот распределение этих примесей На этой картинке видно, что у нас пропант двигается четко По определенной, даже не траектории А в определенных границах То есть именно вододвижение у нас происходит по такому столбу Так сказать, видны завихрения в нескольких местах Вблизи трубки основной То есть в этом-то и была фишка То есть вот оно, вот оно движение Да, постепенно пропант с двух сторон Он будет как-то, я надеюсь, продвигаться Как-то омываться, как-то заселяться бактериями Но в целом получается, что основная рабочая область То есть смысл всего фильтра Именно в центральной вот этой вот движущейся части На которую и приходится основная фильтрационная, так сказать, роль Да, ничего необычного, ничего сложного Вы можете играть, выбирать различные материалы Вы можете выбирать высоту этого фильтра Конфигурацию То есть я просто показал один из вариантов Который смотрится довольно эффектно Особенно если оставить вот прозрачную стенку Да, если ничем ее не прикрывать Никуда не убирать, никуда не прятать Ну и плюсом ко всему Плюсом ко всему Я, конечно же, сейчас еще сюда добавлю красителя Чтобы вам показать, как же все-таки у нас происходит вододвижение И да, эта картинка немножко развеет мои мечты О том, что где-то здесь все-таки движения воды нет Нет, на самом деле получилось так, что практически вся поверхность Весь объем, он в той или иной степени водоомываем Я бы так сказал Еще раз повторюсь, что можно делать разные конфигурации трубок Можно делать разные конфигурации самого фильтра Можно вообще в бутылке его сделать В каком-нибудь стакане от фильтра бытового, да, обычного То есть здесь ничего не возбраняется Просто конкретно такой модели у нас на канале не было Именно фильтра кипящего слоя Если интересная информация Я все, что смогу найти, теоретическую часть Я в отдельном видеороликом выпущу Опять-таки, если интересно Ну а пока давайте посмотрим, как же у нас краситель проходит через толщу грунта И довольно зрелищно получается Ну а на этом все Если вы пользуетесь фильтрами кипящего слоя Которые, кстати сказать, в большей части применяются, наверное, в морской аквариумистике Обязательно пишите об этом в комментариях Ну а с вами был Аквамен Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok